Приступаем? Итак, я Юркин Игорь Николаевич, я думаю, это вы знаете, поскольку пришли на конкретное мероприятие с конкретным участником. Мой доклад, как моя лекция, как это следует из того, что написано на экране, называется Ивановский канал и Етипанские шлюшки. Страница истории самой большой Тульской стройки, Петровской и Большей. Ивановский канал знают все любители российской словесности под названием Етипанские шлюзы, его до смерти писатель Андрей Платонов. Вы помните историю об английском инженере Бертране Перри, который приехал в российскую глушь, чтобы строить там шлюзы, и который, подстроив эти шлюзы, нашел там, увы, бесславный и печальный конец. Да, и пересуществовал, и глушь, и шлюзы строились, все это было. Но реально история и инженера, и строителей, и самих шлюзов во многих деталях довольно далеки от той истории, которую рассказывает Платонов. Но я не собираюсь строить свое выступление, как полемику с Платоном, он написал замечательный художественный текст, и мы за это любим его и ценим. А если он одновременно, и вот как я уже в первой фразе сказал, обессмертил одну давнюю-давнюю стройку, и то, что было построено, тем более спасибо. Итак, Ивановский канал. Что же и где это было? Зачем, кем и когда он строился? Почему так и не был завершен? Что от него осталось, чем интересны его остатки? Какие результаты дал их поиск, в настоящее время продолжающийся, и исследования найденного в последние годы? Как эти работы связаны с Куликовым полем? Пазалось бы, не очевидно. Епифанские шлюзы и Куликовым полем. Ну, более-менее близко, но действительно ли есть какая-то глубинная связь? Ну, постараюсь объяснить. Каким видится использование древностей, связанных с Ивановским каналом, в контексте развития территории? Вот на эти вопросы я постараюсь ответить в своей лекции. Итак, вопрос первый. Что и где это было? Ивановский канал, другие названия, Ивановская водная система или Епифанские шлюзы, один из проектов Петровской эпохи, направленных на развитие транспортной системы российского государства. По величине затраченных на его реализацию трудовых и денежных ресурсов, проект этот очень и очень для той эпохи заметный. Физически он представлял и представляет из себя совокупность естественных и искусственных путей и построенных на этих путях гидротехнических сооружений. Эти пути проходят по территории нынешней Тульской области, а за ее пределами на некотором протяжении еще и по границе Липецкой и Рязанской областей. Это не я так не совершенно нарисовал на территории бумаги. Это картинка из очерка Нарциссова в книжке, вышедшей в Толле в 1924 году. У него там был небольшой очерк. Кстати, сразу скажу, что я не буду касаться историографии, кто что писал на эту тему. Историография, конечно, есть, и в ней немало интересного. Вот из авторов, которые в относительно недавнее время писали, я сразу назову Юру Задкова, безвременно ушедшего и прервавшего свои исследования, которые, может быть, и собили бы более значительный результат. Итак, трасса проходила, вот смотрите, значит, начальная точка его Тула, вот эти цифры, какие-то условные номера Шлюки. Далее по Купе, до Устья Шата, потом по Шату к его Истоку. Вот мечта овальная в середине, в центральной части карты, это Иван-Озеро. И далее от Ивана-Озеро вниз по Дону, мимо Епифания, она там обозначена, мимо Куликова поля, есть у нас там неприятный укладающий Дон, ну что ж, не вижу, ну неважно. И до деревни Гаи, которая находится уже по нынешнему делению, в Рязанской области. Общая протяженность этой трассы порядка 210 верст, но это по литературе, я по линии трассы самой не проверял, но думаю, где-то есть ошибки, кто не сильный. Итак, километр 200-220, наверное. Итак, первый вопрос плавно перетекает во второй. Зачем строили канал, кто и когда этим занимался? Канал – зримое воплощение одной из первых попыток соединить водные бассейны Болги и Дона. Для ее реализации была использована естественная их связка через Иван-озеро, из которого вытекает река Шат. На этом плане это все видно хорошо. Шат Окского бассейна, и из того же Иван-озеро вытекает Дон. Сейчас Иван-озеро не существует, его поглотили воды, построенного в начале 30-х годов, по-моему, заполнение 1932 год, Шатского водохранилища. То есть оно как бы есть, но оно там, внизу, под водой. Говорят, в случае, когда спускают, был, по крайней мере, один относительно недавний случай, когда воды сошли, там прорисовалось это озеро, поскольку оно окружено валами. История проекта тесно связана с личностью и деятельностью царя Петра Великого. Он, проект, идеально вписался в систему политических и экономических приоритетов, какой она сформировалась в его сознании к началу XVIII века. Петр, готовясь к Северной войне, и уже ведя ее, долгое время не оставлял своим вниманием и южный вектор развития. Он совершенно справедливо полагал, что работа по освоению при Азовье будет более успешной, если укрепить транспортную его связь с центром Европейской России. Увидев во время путешествия с Великим посольством как благоустроенные водные пути в Западной Европе, а он, мы знаем, побывал и в Западной Европе, и в Англии побывал, и в Визне, в той или иной степени реки были канализированы, приспособлены, обустроены и так далее. Так вот, увидев все это, он мечтал о чем-то подобном и в России. Очень перспективным казалось в этом контексте связать крупнейшие реки Европейской России, Волгу и Дон. Но первая попытка сделать это, связав реки Камышинку и Иловлю, это реки, одна, приток Волги, там, где город Камышин стоит, а другая, приток Дона. Так вот, их расстояние между верховьями очень небольшое. Нам, по-моему, и 20 километров не будет. Поэтому прокопать, ну, проблем больших нет. Не такие каналы копаны были к этому времени в той же Европе. Тем более, если привлекать иностранных специалистов. Но вот эта попытка, она, кстати, была первая предпринята еще до Петра. И вот так окончилась неудачей, и новая попытка окончилась тоже неудачей. Шлюзы там были построены. Я, кстати, покажу дальше там одну картинку, которая рисует вот этот канал между Камышинкой и Иловлю. Но, тем не менее, не получилось. И рассматривались разные варианты, по всей видимости. Сработал. Ну, тут можно, если чисто из географических соображений, гидрографических рассмотреть, можно разные варианты придумать. Вот. Но в данном случае соединительный маршрут, который, реализации которого приступили, прошел через Иван-озеро. Дело в том, что этот водный путь был уже создан самой природой. И надо сказать, что созданной природой, он эпизодически человеком уже использовался. Так, именно по нему в 1664 году доставляли к царскому столу живую рыбу, сазанов, щук, ловившихся на Воронеже и в иных тамошних городах, в которых реках есть. Это непосредственно из документа, который об этом рассказывает. Ее везли в прорезных стругах, ну, сами представьте, как это выглядело, я не могу, и лодках, соответственно, Доном, и Иванем, озером, и рекою Шатом, и Упою, и Оркою, и Москвою реками. Вот четкий маршрут, который проходит в значительной части по нашему каналу. Ну, понятно, что на верховье Дона, верховье Шата, там по ручью-то не повезешь, никакие лодки. Там, конечно, по посуху этот участок преодолевался, но все равно в основном это был водный путь, и он определялся гидрографией естественных водных ресурсов этой территории. Еще в XIX веке была бы сказана догадка, что идея сделать этот путь судоходным принадлежит лично Петру I. И хотя это предположение до сих пор не нашло документального подтверждения, оно, тем не менее, в литературе упоминается, и при этих упоминаниях не критикуются. То есть его можно считать принятым в научной литературе, хотя, конечно, могут быть какие-то факты, которые раскроют нам детали того, как все это происходило на самом деле. В какой степени там будет задействован Петр, это еще неизвестно. Строительство гидротехнических сооружений на этой трассе началось в 1701 году. Строили каналы, приписанные к этой работе крестьяне окрестных уездов, по разнарядке их должно было находиться на объекте до 10 тысяч одновременно. Эти списки сохранились, и сохранилась вот как раз масса документации. Здесь все очень подробно и надежно относительно того, как они не хотели идти на эту работу. То есть это по требованию, по заявке должно было быть 10 тысяч. А фактически тем или иным способом они отлынивали или сами те, кого назначали, или воеводам тоже не нужно их было посылаться уездным, потому что это отрывало от выполнения других повинностей, ну и так далее. Работало поменьше, но все равно вот эта цифра 10 тысяч это как бы та планка, которой, ну может быть ее не перемахивали, но тянулись. И, надо сказать, наказывали тех, кто не обеспечивал. А на этот счет тоже есть документы. Вот я почему на этом так заостряю внимание, чтобы вы представляли масштаб того, что происходило в это время. Тульский оружейный завод, а плюс с ним оружейный двор в Заречье, нынешнее место завода Арсенал. Я не могу вам сейчас назвать точную цифру людей, которые участвовали в строительстве этих объектов, но я вас уверяю, что по крайней мере на порядок, то есть раз в 10 это было меньше. А может быть и больше, чем на порядок. То есть это измерялось сотнями людей. Вот такой масштаб. А кстати, и там, и там любопытно работали пленные шведы. Их вот когда нужно было быстренько построить этот небольшой объект, тульские заводы перебросили с Иванозера в Тулу. Инженерное руководство осуществляли специалисты из Нитерландов и местные мастера. Специалисты большинство известны по именам, подробности их работы мы не знаем, про все видимости начиналось, ну судя по тому, как дальше это шло, вообще без инженерной проработки этого проекта. Слишком много приходилось переделывать и в общем результат тоже не без того, что не очень удачно в начале. Все это было задумано. Но дальше работали специалисты договоры, которых сохранились. Имена, повторяю, мы их знаем. Их знают специалисты по истории техники Нидерландов. Кстати, замечу, что в документах нет упоминания об участии в этой работе находившегося тогда в России действительно находившегося английского инженера Джона Перри. Это был исторический Перри, который не только находился здесь, но и после пребывания он оставил еще записки, они опубликованы. Вот мы там прочитаем, как он работал под Воронежем, но как работал он под Епифанию не прочитаем. А оснований вроде мускерного здесь не было, и там дырок в его биографии творческой тоже нет, так что, скорее всего, никакого Перри здесь не было. Другой вопрос, откуда все это? Вообще история создания эпифанских шлюзов платоновских, это, конечно, сам по себе очень интересный сюжет, в чем он опирался на историю, в чем он фантазировал. Но я не готов, да и не о том моя лекция. Непосредственно на объекте работа, да, я упомянул о том, что местные мастера еще работали. Есть любопытный документ, письмо Матвы Петровича Гагарина, князя, который руководил этими работами, кстати, большая личность, в ближайшем времени комендант Москвы, потом губернатор Сибири, потом очень тесные контакты с Петром, а потом будет в конце концов повешен. Вот, но не буду останавливаться, но так случилось. Так вот, сохранилась одна из отписок из-под епифания Матвея Петровича, который пишет о том, что вот к нему прибыла бригада сейчас инженеров, но, в общем, прошла неделя, они только, перевожу, разумеется, на современный язык и упрощаю, они под ногами путаются, а вот русские мастера, они, в общем, вполне справляются с той задачей. Но тут можно, конечно, придумать, почему он так рассуждал, но вот весь свой контингент уже был достаточно отработан, сложились формы взаимодействия, а здесь приезжают какие-то люди только что из-за границы с амбициями, которые требуют этого, другого, обойдемся, и так построим. Но это вдумывание, это уже интерпретация источника. Первое время Матвей Петрович жил непосредственно на объекте, тоже есть документы, где вот Лаврентий полагает, что он в Епифании был, мне кажется, те же самые документы, я все-таки по-другому немножко читаю, там Епифанский уезд есть, но что ему было делать в Епифании, довольно далеко, работа начиналась с Иванозером, он скорее всего там жил, именно, я полагаю, рядом с Епифан с Иванозером. Ну, это как-нибудь выяснится. Петр лично посещал строительство, достоверно известно о двух его приездах и можно более-менее уверенно предполагать еще один. Он привозил сюда друзей, мы знаем их по именам, иностранных гостей привозил, когда в Воронеж ездил, тут было очень хорошо, он в 703 году, тот же Матвей Петрович закончил строительство Царской, как ее иногда называют дороги между Москвой и Воронежем. Царской, потому что как раз по инициативе Петра и она была сделана уже не в той строительной стилистике, в которой все это делалось раньше, это была дорога европейского типа, она была обсажена деревьями, там стояли версты, это, наверное, первые верстовые столбы, которые на Руси появляются, стояли через определенное расстояние дома, харчевенные избы, в которых были специальные люди казенные, они даже на скрипицах играли, тем, кто туда заезжал. не уверен, что это широко использовалось в дороге. Вот, поэтому Петр и дорогой гордился, показывал ее с удовольствием, и вот то, что уже было сделано на Иванозе, он тоже любил показывать, вот описание в записках одного из путешественников, Корнелия де Бруина, голландца, описание приезда Петра на Иванозе, рисует нам этот портрет радующегося своим успехом не только в военных делах Петра. На берегу озера, именно отсюда на юг и запад, как я уже сказал, тянулись каналы, начиналась работа с Иванозера, находился построенный для Петра дворец деревянный домик, купленный готовым, там в документах много интересных подробностей, как Гагарин, несмотря на самого высокого уровня, но только что лицарем подписанных грамоты, ему упорно не давали в засеках нигде леса, не в ближайших засеках, но он под Калубу посылал перемышлевскую засеку, все равно ему не удавалось настолько, это был стратегический материал под корабли, в конце концов, чтобы выполнить обещание к осени 701 года жилище для царя сделать, он покупает несколько готовых срубов в Веневе, их монтирует здесь, ну а дальше уже вопрос как там, декор сделать внутри, моделировать, об этом тоже есть переписка. Здание существовало, по крайней мере, лет на 20 пережило Петра, но потом развалилось, потому что никто за ним не следил, и никому этот объект на тот момент он был заброшен, был уже не нужен. упомяну еще об одном историческом памятнике, вот этот домик мог бы быть памятником Петра, Петровскому пребыванию, в селе Иванкове, Гранковской волости Епифанского уезда, находящемся недалеко от трассы канала, существовал установленный местным помещиком памятник, он представлял из себя четырехгранный каменный столб, представлял из себя четырехгранный каменный столб в честь посещения Петром этого места, от царских занятий к надписи на нем значилось так, забавлялся стрельбой и кушал квас. Последнее упоминание о памятнике относится к 1913 году, по-видимому сейчас он не существует, во всяком случае при посещении этого села и обнаружить его там не удалось, проеведческая литература советской эпохи все-таки в советское время к Петру вот так относились более-менее лояльно, она о нем тоже не упоминает, видимо он погиб где-то в начале советского периода, памятник разумеется. Так, пропущенные рисунки, вот из названия все ясно, да, красиво, но не совсем Иванозеро, но озеро там, внизу. Вот, а это земляные работы на строительстве канала, вот того самого Камышенко и Ловля. У меня дальше будет из того же Атласа Крюиса еще одна картинка с план этого канала, а вот здесь очень натурально показано, как это делалось. 1704 год, к этому времени уже Камышенко и Ловля закрыли этот проект, а Тульский проект, он всего третий год существовал, реализовывался, то есть безусловно это то же самое. Там это рисовали, из головы это рисовали, в Епифанском уезде, это неважно, они были таким же, инструменты у них были таким же. Вопрос третий. Вот сюда привозил Петр, вот такой небольшой прямоугольничек в средней части это Иваново уже обвалованное, превращенное из овала в прямоугольный бассейн и на юг и северо-запад идут каналы. Нижний это Донской, начало Донского участка, Верхний это Шацкий. Вопрос третий. Почему работы не были завершены? Не завершены у Платонова совсем не так. У него с приходом очередной весны, цитирую, вся группа работ, что именуется государственным Доно-Окским водным ходом была совершена. Заметим, что в документах такое название Доно-Окский водный ход не встречается, но у Платонова даже терминологические фантазии, они выглядят очень натурально и убедительно. Дальше, да, получается, что вот на этот глагол обращаю внимание совершена, то есть закончена. Дальше у него рассказывается о неудачном испытании шлюзов и каналов воды и в глубоких местах более аршина не получалась. И, наконец, знаменитое, а что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифане еще год назад знали. И так работу выполнили по Платону, но воды не хватило. Ну, в действительности все было не совсем так. Весьма энергично начатое строительство продолжалось около десяти лет, а потом замедлилось, но все равно тянулось еще довольно долго. «Какая же была причина столь далеко заведенное производство работы остановить совершенно неизвестно», констатировал автор статей Дона Ивановера, выпущенном в 1704 году словаря географического российского государства, выпускавшегося Афанасием Щекатовым. Помимо отвлечения людей и следств на войну со Швецией, но это как бы фактор, который должен был, конечно, внимание Петра отвлечь, в литературе указывалось на два прямо не связанных, но действовавших в общем-то в одном направлении обстоятельства. «Болтавская победа» 1709 год, она, естественно, открывала доступ к Балтийскому морю. То, что Петру, когда он начинал Ивановский канал, было совершенно недоступно еще. Или, ну, во всяком случае, может быть, мерещилось, но это были пока фантазии. А в 1711 году неудачный для Петра Пруцкий поход напротив закрыл для него дорогу на юг к устью Дона и сделал Ивановский канал ненужным. Я на всякий случай напомню, что во время Пруцкого похода вся российская армия, включая Петра, оказалась окруженной. Здесь, кстати, книжка продается про Пруцкий поход. И, в общем, если бы не его гибкость, то есть умение пойти на разумные уступки, если бы не гибкость дипломатов наших, то вполне мог оказаться будущий государь-император в плену и вообще неизвестно, как бы все дальше было. Но ничего, не попал в плен, но отдали, отдали узкие Дона, отдали все Приазовья, которые вовсю строили, отдали Таганрог, который тоже в нем много чего было сделано. Кстати говоря, один из инженеров, который трудился на Ивановских шлюзах, он приехал из-под Таганрога, он там строил трехэтажный магазин, магазин и склад. Представляете, если склады трехэтажные, то какого рода там хозяйство должно было быть? Большое было, в раннем Таганроге. Вот все это срыли, уничтожили, корабли донские стали ненужные, они были не сильно высокого качества, кое-что удалось продать тем же туркам, вот гибкость еще Петра, туркам продал, неприятелю, вот, а другие, отведенные на, по реке ниже, они там благополучно рассохлись и в общем далее уже не воевали. Ну ничего, все будет восстановлено. Так вот, получается, что и победа на Карлом XII, и неудача вот в этом прудском походе, они привели к тому, что Ивановский канал оказывался ненужным. Конечно, он мог фантазировать о том, что мы торговлю разведем, такую внутреннюю, но главное, ради чего он это делал, ради торговли через Азовское, Черное, дальше через Средиземное море, это уже было нереально на данный момент. Конечно, это не означало, что вот мы закрываем этот проект полностью навсегда, Петр умел выжидать, и вполне вероятно ситуация бы изменилась, поэтому работы просто потихонечку стали сводить, на нет консервировать, ну и в конце концов они остановились. Особое внимание обычно литературе вот этой второй причине, прудскому походу уделяется, но здесь надо обратить внимание, что не сразу после 711 года все это остановилось. По одним источникам дело остановилось стыки в 1720 году, другом даже в 1724. Иван Кириллов в известном своем труде, это Роберт секретарь Сената, цветущее состояние Всероссийского государства, это была первая капитальная статистическая сводка сведений о России, составленная по сенатским документам в 1726-1727 годах, писал сими местами с 1701 года была великая работа и так ученена была коммуникация водой между Каспийским и Азовским морями, то, чьи ныне он и канал упущен. Впрочем, замедление строительства после 1711 года, вылившись со временем в полную остановку его, не стало концом истории канала. Его гидротехнические сооружения время от времени обследовали и составляли планы продолжения работы. Известно, по крайней мере, об одной серьезной попытке времени императора Александра I, то есть начало первой четверти XIX века, восстановить и усовершенствовать построенное при Петре, добавить к существующим шлюзам дополнительные. Несколько, не меньше трех на Шацком участке канала, новых шлюзов было тогда даже построено. Но Румянцев, который тогда возглавлял Министерство коммерции, еще там одно учреждение, которое этим вещами могло заниматься, которое было заинтересовано, он оставил свой пост и человека, который этим горел и продвигал, уже не было. И поскольку вопрос все-таки висел, в значительной степени такой личный характер носил, кому-то казалось это нужно, кому-то не нужно, работы тогда остановились. Но вообще-то надежды закончить дело, начатое Петром Великим, они не умирали до конца 1830-х годов. То есть где-то в середине царствования Николая было принято решение все восстановить, но и то если бы не железнодорожные сообщения, которые позже будут строиться, еще неизвестно, не вернулись бы снова к этому проекту. Что же от всего этого осталось и чем нам интересны эти остатки? Вы потерпите с этой датой. У меня сейчас редко идут иллюстрации, но когда я буду рассказывать о результатах экспедиционных исследований, они пойдут в достаточном числе. Гидротехнические сооружения во время пауз строительства Памирева возможности охраняли. Князь Гагарин сколотил для этого отряд сторожей, которые понастроив ум шлюзов будок, жили в них и несли службу. Шли годы, сторожа впадали в дрему, местное население по мелочам подборов было. Сторожа, чтобы не скушать, помаленьку демонтировали металлические детали, которые можно было снять и прятали их, кто под полом в своих будках, кто вез в Епифаний и сдавал там воегодя. Но больший вред шлюзам, больше, чем воровство и вот такой охранительный демонтаж наносили им сезонные поводки. Вредили и мельницы, которые стали тут строить с особым пристрастием, цепляя их за петровские гидротехнические сооружения. Шлюзы постепенно разрушались. В конце 1830-х годов, как я уже сказал, было принято окончательное решение о нецелесообразности достройки канала, строительство прошедшей в этих краях, в одном месте оно прямо почти по берегу Иванозер прошло, Сызерно-Вяземской железной дороги, поставило в его историю последнюю точку. С дудком паровоза история Ивановского канала кончилась, строительство. Было решено принадлежащее казне материалы на шлюзах утилизировать, а все, что использовать с прибылью для казны не получалось, отдать бесплатно местному населению. И вот в конце 19-го, начале 20-го века христианские артели с большим энтузиазмом разбирают 200-летние шлюзы, извлекая из них материал, это белый камень и маленый дуб, на продажу. Известно несколько объектов, совершенно конкретных, в основном церкви, на строительство которых шел шлюзовой камень. Между прочим, возили его и в Тун. Из этого обмака не следует, что уничтожили все отнюдь. Автор доклада на протяжении нескольких лет 2009 года непрерывно совместно с Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником Куликово-Поле от него этим занимается столь же непрерывно Андрей Николаевич Наумов, многим из вас известный, вел и продолжает вести исследования остатков Ивановской водной системы. В их ходе решается несколько задач, важнейшими из которых является изучение истории канала строения в России, безотносительно того, где это находилось, и изучение истории Куликово-Поле. Одновременно выясняется возможность сохранения и безопасной эксплуатации находящихся в этой системе объектов. Следует отметить, что искусственные водные пути России и связанные с ними гидротехнические сооружения объектам исследовательского интереса становились неоднократно. Ну, я уже собственно сказал, историографии есть, но чем старше подобные объекты, тем менее они изучены. Ивановская водная система среди российских одна из старейших. Из-за почтенного возраста и в силу других причин ее сооружения в значительной степени как мы уже знаем разрушены. Как и на всех связанных с техникой памятников той эпохи, в том числе на ранних металломануфактурах первых заводов Градищинские, Демидовские и так далее. Вот 17-е заводы. Их сооружения до настоящего времени сохранились воочию можно видеть только земляные сооружения, что земляные плотины, остатки земляных плотин. И те или иные выемки, которые связаны с существованием в ту эпоху каких-то специальных технологических водотоков. Ну, воду нужно было пускать под колесо, а потом отводить, ну и так далее, и так далее. Вот это мы можем видеть. А все остальное отсутствует визуально. Никаких построек нет. Постройки были деревянными тогда. На металлургических заводах домна была одета в бревенчатый чехол. Как это нам не странно, может показаться. Что мы имеем? Русла, дамбы, ну или валы вдоль этих русел. По трассе нашего канала самые интересные гидротехнические его сооружения. Это шлюзы, естественно, разобраны. Изучение того, что осталось, осложняется тем, что некоторые из объектов, возникнувших при строительстве канала, возле были вторично использованы при строительстве меренец. Плохо сохранился документальный материал по теме. Выявленный на сегодня он, безусловно, полезен, но недостаточен ни для надежной локализации объектов, ни для объяснения полевых наблюдений. Итак, многие постройки утрачены, их места в ландшафте без специальной настройки глаза, уверенно, не читают.